Вас приветствую сейчас на нашем подкасте, посвященном работе с известными терапевтами, тренерами, которые я сейчас организовываю. Сегодня у нас в эфире должен совсем скоро появиться американский тренер НЛПИ, и Брайан Андерхорст. Я решил его поставить как первого докладчика. В ближайшее время будут другие докладчики у нас. Точнее, не докладчики, а беседы скорее, потому что форма подкаста – это не лекция. Это беседа на свободную тему. Я буду просто подружески беседовать с тренером, и целью нашей беседы будет обсуждение личного пути в терапии, личного и виденного пути. Я лично считаю, что для того, чтобы обрести некоторое мастерство в практике, необходимо понимать, какими путями ходят мастера. И, собственно говоря, для этого и проект такой вот достаточно, я считаю, уникальный. Я не видел таких проектов до этого, не наблюдал, когда берут известных тренеров и детализировано, подробно пробуют напрашивать, как ты начинал, что ты делал, что было в начале. Естественно, поначалу буду тренироваться на ЛТИ, потом я, думаю, буду приглашать не только ЛТРО. И фрейм будет такой. Брайан очень интересный человек, очень разносторонняя личность. Он не только, к примеру, тренер, по-моему, с около 40-летним стажем. Он, кроме этого всего, еще, допустим, был человеком-организатором 12 концертов «Роллинг Стоунс» в свое время. Вот. Если вы помните, я кто-нибудь... Была такая передача «Одиссея. Команды Кустов», этого океанографа, океанолога. Так вот, он путешествовал вместе с Кустов, изучая океанографию. Вот. Очень интересная личность, разносторонняя. Вот. Он, так как кроме терапии, он глубоко практиковал различные техники медитативные. Я знаю, он как-то признавался мне, что он встречался, пересекался с Далай-ламой в свое время, с другими интересными духовными лидерами. Вот. И за счет чего создавал в свое время так называемую модель духовности, которую преподавал в НЛП. Мне больше всего интересно его интегративное НЛП. Спустя какое-то время, я не знаю, когда сейчас, достаточно много проектов я организовываю в фоне. Сейчас совсем скоро у нас, в начале ноября, будет проект с новым кодом «Чудит-де-Лазье». Вот. Сейчас погружен в организацию этого проекта. Весьма непростое дело вам скажу. Вот. И Брайана, я думаю, в следующем году, если все сложится, я хочу также приглашать полноценное обучающее. Так, сегодня просто дружеская беседа будет. Вот. И если, в принципе, думаю, тут энное количество людей, которые у нас в эфире есть. Вот. Я думаю, это люди, которые практикуют НЛП. Вот. Ключ НЛП – это моделирование опыта. Я думаю, что в данное видео вы можете получить не только, не только некоторое эстетическое удовольствие от беседы с очень интересным человеком, но и может быть даже собрать некоторую его модель. Вот. Если вы практиковали или практикуете такую технику НЛП, как моделирование личности. Так что ждем так совсем скоро. Вот. Он появится. И если какие-то вопросы у вас ко мне припечатало, можете задать. В 1979 году НЛП открыли университет по НЛП, так понимаю, в Санта Круз. НЛП начали в 1973 году Франк Пюселик, Ричард Бендлер и Джон Гриндер. А НЛП была основана в 1973 году. И, Борислав, помогите, пожалуйста. Какой это был Франк, Ричард и Джон? Ричард Бендлер, Франк Пюселик и Джон Гриндер. Кстати говоря, Брайан, вот такой вопрос скажи, пожалуйста, мне давно интересовался. Почти все книги изначальные по НЛП там всегда декларировалось, что создатели НЛП это Бендер и Гриндер. И Франка начали дописывать, что он тоже является частью группы, только гораздо позже. Почему так случилось? Не знаешь? Угу. И Борислав у вас есть вопрос. Он спросил, почему это так. Первые книги на НЛП, обычно это написано... Бендлер и Гриндер. Гриндер. И Гриндер, которые были основаны в НЛП. И, later, они стали добавить Франк. Это Also usually, 2 persons, are mentioned as founders. Риндер, Who, У這樣łidades такой начинался? Риндер, Чтение как это произошло, Ага. Надеюсь. Франк был married to Judith Delorsier, who became John Grinder's wife. Oh, let me translate, please. It says that at the beginning, Frank and Grinder were together in 1972-1973, but Frank was married to a woman who later became Grinder's wife. Okay. Then Judy married Joan Grinder. Then Judy married Joan Grinder, and Frank married Leslie Cameron. So Judy married Joan Grinder, and Frank married Joan Grinder. Cameron. 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 Yeah. And then Richard Bandler came in about 75, and then he married Frank's wife Leslie Cameron. She became Leslie Cameron Bandler, and Richard threw Frank out of NLP. So this is all a bit like Dr. Zhivago. So this was the early 70s, you know, everybody was partying with everybody else. So, you mean that Frank wasn't mentioned as a founder of NLP because of, like, relationships between the founders, right? Right, 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 right. But then, so Frank went to Russia, and he taught NLP. Well, he went to a lot of different places. Frank went to Oklahoma, and he went to Minnesota, and he dealt with drug problems and PTSD traumas. Yeah, yeah. Then, if I have this right, he went to Moscow in the 90s and taught in Moscow for about 20 years. And when the Russians found out that Frank was helping Ukrainian soldiers, they told him he had three days to get out of town. So he started another institute in the Ukraine, in Odessa. About the same time, Frank was living with John Grinder's ranch in the 90s. And so everyone decided to, it was time to recognize Frank as being one of the founders that was working between 1970 and 1975. And at that time, Frank had been teaching NLP for about 25 years in Russia. And in Ukraine. Yeah, and in Ukraine. I'm sorry, the Soviet Union and then Russia and Ukraine. He taught through three administrations in Russia. So that's the real reason why NLP started, and why Frank was there, and then he wasn't, and now he's back to here. Back to here. I mean, that's the real reason, because it's human beings. I could tell you an academic story about all the books, and the schools that were started, and I can give you a whole different explanation. But I don't think it's as true as the one I just gave you. This kind of great relationship turmoil and fighting and great emotional catastrophes is kind of what saved NLP from becoming a cult. Because if you have one dictator, one autocratic leader in a science, or a religion, it becomes a cult. There's only one way to do things. Because if there is one dictator, one leader, either in science, or in religion, it becomes a cult. Cults don't have any sense of humor. Cults think that everybody outside of the cult is wrong. Cults try to control the lives of people. There were so many people fighting. There were so many rebels and outlaws in NLP that it became a healthy discipline. In NLP there were so many people fighting. There were so many people who protested. And thanks to that NLP became a healthier science. Which is the job of any science? To try new things, make mistakes, and to learn from them? It's a task of any science. It's a task of any science, to learn something new, to make mistakes, and to learn about these mistakes. But you said that in the beginning NLP wasn't considered to be a science for the first 20 years. And the first people who practiced NLP, they didn't pay a lot of attention to scientific proofs, to the scientific side. When did it change? I think, no. Science didn't consider NLP to be a science. Established, academic, traditional science. John Grinder and Richard Bandler thought more of NLP as an art or as a shamanistic approach. Shamanistic approach. Shamanistic approach. But everybody else, like Robert Diltz, Steve Andreas, David Gordon, and Frank believed it was a science, but very misunderstood. Like, many other people, Frank, and David Gordon, although they are Abrahamts and who don't understand it. So, mis buys a knowledge, because it was the study of a individual subjective experience. Наука, которую они понимают, потому что это было учение о индивидуальном, субъективном опыте. Традиционная наука говорит, что это все слишком индивидуально, идиосомкратно, это разнообразно для каждого человека. Поэтому мы не можем делать объективное исследование, based on statistics, and how everybody is the same. НЛП говорила, что everybody was different. Традиционная наука говорила, что это слишком индивидуально, что это все индивидуально для каждого человека, что невозможно провести какие-то общие исследования, как бы статистику вывести, что слишком все отличается для каждого человека. Но НЛП, они нашли такие как бы формы и различия, которые были образованы. общими для разных людей. Традиционная наука хочет узнать какие-то ингредиенты, как много салта и сухая, и в какой температуре вы должны посыпать, что есть мясо, и что все мясо в мире могут сделать. Если взять пример с каким-то хорошим рестораном, то традиционная наука хочет знать, сколько соли, сколько сахара в блюдах, при какой температуре они готовятся. современная наука, она как шеф-повар, она говорит, да, я знаю какие там ингредиенты, но как создать такую ингредиенту, но как создать такую ингредиенту, такое блюдо, которое будет вкусным. So, this is a level above traditional science. It's a meta-science. Брайан, я слышал такую фразу Ричарда Бендера, что он говорил о том, что если НЛП можно ставить близко к какой-то форме психологии, философии и психологии, то НЛП максимально близко к структурализму Брэдфорда Тичинера, который изучал именно детализированно сенсорный опыт. А имя как Брэдфорд? Тичинер. Exercise ring closed. cognitive close. Если мы называем НЛП, это было очень сложно. Структурализм. 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 Структурализм? Структурализм. methods. М continued toculateификатор. Нелен siento, что ему нет. Yeah, right, right, it is close to that, but it had lots of, you know, when a great chef comes up with a new meal and then everybody can do it because he's created a recipe for that. He hasn't worked on preparing every individual bean or grain of rice. The funny thing is, in the last 20 years, all the NLP that was laughed at in the 20th century became essential in modern psychology and neurology. In the sense that people found that some modalities worked really well, but they had to call it EMDR, instead of the NLP that they had to be able to do it. To get it studied and accepted. To get it studied and accepted. In the 21st century many psychiatrists and psychologists found that things like reframes and change histories worked really well, they called it cognitive behavioral therapy. Neurology found things like mirror neurons and different levels of memory coding in the brain that were very close to what NLP has been saying since 1970. В неврологии также определили, как бы, что существует уровень как бы ментального кодирования, о чём NLP говорили ещё в 1975 году. I think the physicist Niels Bohr said there were four stages in the adoption of a new science. The first stage is where everybody laughs at it and says, well, that's impossible, it can never happen. The second stage is that's really revolutionary and it's an insult to everything that we do and we know. The third stage is that, well, there might be something in it, but it needs a lot more research. And the fourth stage is that everybody knows that. So, NLP, well, with things like, you know, Frank Grays, the PTSD, the research and project by NLP in the United States, that's all been accepted now as some of the best and most effective treatment of PTSD in the world and everybody is using it. Yeah. He said that now, in the United States, they have accepted NLP and it's considered the best in the treatment of post-traumatic syndrome. Yeah. And now it's become so popular in two years of being published that one of the most famous comic strips in the United States just ran a comic strip about it. So, if anybody knows the comic strip Doonesberry, Он говорит, знаете ли вы про комикс Донсбери? Он в чате напишет, как она называется. Да, да. Субтитры сделал DimaTorzok И вот два дня назад вышел какой-то комикс, и вот это самый популярный комикс среди всех газет в США. Я буду вставить ссылку в следующий раз, но это как популярная НЛП стала, но под различными названиями. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Открыть этот ящик, и НЛП создала инструменты для этого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я дал ссылку на комикс, если вы откройте, посмотрите, то увидите, что вот Фрэнк, основатель НЛП, он представлен в этом комиксе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 I started one of the first centers outside of Santa Cruz in San Francisco in 1981-82. Other people started centers across the country, Boston, Kansas City, all over, primarily Colorado, with Steve Andreas, and every single group that started teaching it began to discover other things. So, for instance, at my center with Leslie Cameron Bandler, David Gordon, Mary Beth Anderson, Lynn Conwell, here metaprograms were most well-developed among the other institutes. In Colorado, Stephen, Kanye, Ray, Andreas developed the approaches of submodalities and various other, well, they really codified a lot of the basic techniques like change history, strategies, VK dissociation. And they were able to develop them in ways that were more scientifically and more easily taught than by Bender and Grinner in Santa Cruz. But at the same time, there was one level-headed, intelligent person working at Santa Cruz named Robert Dills. Well, it says that at the time when he started, there was an institute in Santa Cruz, and he opened his center in San Francisco in 1981-82. Other people also opened their centers in Colorado, in Boston, in Colorado, in Boston, and there were teaching NLP, but each group, who taught NLP, found something their own. And, like, in Colorado, there was a submodeling, they were working with a submodeling. They were working with a submodeling. Yeah. Bender and Grinder were terrible writers. Bender and Grinder were terrible writers. But Robert Dills was a better writer, and so he wrote NLP Volume 1, which was the first serious code of education. of NLP after the metal model. With Judith Delezier, yes. He wrote this book with Judith. No? What? Robert Dills wrote this book with Judith Delezier on an episode of Judith Delezier. Yeah, it was terrible. I mean, it was so good. In English, it's very poorly written. It's very abstract and meandering and, you know, it's, listen, I've been a book editor at major publishing companies in the United States and a magazine and newspaper editor for about 60 years. And I know it's good writing. So. How. And now. Ben and Grinder, however, did write the structure of magic, which was the meta model. And that was published in 1975. That got everybody's attention. Because it was a nice scientific, easy, easily used way to conduct a psychological interview. Thank you. Но Гриндер написали в 1975 году книгу под названием «Структура магии», и эта книга легко читалась, просто он много-много рассказывал, что они были ужасные писатели, и на английском плохо было изложено. А вот Роберт Тилтон написал книгу, называлась НЛП «Том-один». Да, все мои даты по сравнению с тем, не напишите меня на конец, но это через 1-2 лет. В 1976-1977 годы, НЛП изобрели техники, которые могли менять человека. Это шокировало психологическую коммунистику, потому что это было одно, чтобы собрать информацию и быть able to describe и понимать кого-то. И потом произошел этап номер два, когда это оскорбление науки, потому что одно дело изучать человека, а другое сказать, что человека можно поменять в течение часа, это было чем-то… Да, как удар для науки. Ну, они были плохими писателями, но они были очень хорошими, они очень хорошо вели семинары, они как бы развлекали публику, они ее гипнотизировали. У них были сенсационные выступления. Брайан, скажи, а у кого ты первым изучал НЛП, кто был твоим первым учителем по этому? Брайан, скажи, я закончил предыдущую мысль. Это было, что, потому что, потому что они были хорошие представители, Стив Андреасов от их семинаров. И это было «Фроги и Принцы», и различных других трансформаций, и различные другие книги, без которых сегодня не было в НЛП. Но благодаря тому, что они так хорошо вели свои семинары, Стивен, фамилию не помню, издал записи их семинаров. Одним из них была «Лягушка и принцесса» и многие другие, и без этих изданий их бы не было сегодня, в НЛП их бы не знали. Это самые лучшие книги, с которых можно начать. Книга называется «Из любых принцесса». Они приходили в психологическую университет и сказали, что вы делаете в 3 года, мы можем делать в 30 минутах. И тогда они показали, что они могли сделать это. Это очень шоколадное. Они приходили в университет на кафедру психологии, они говорили то, что вы сможете сделать за 3 года, мы сделаем за 30 минут. И они это демонстрировали, это шокировало людей. И вот так вот началась такая нелюбовь между НЛП и наукой. В 1979 году он познакомился со своим первым учителем по НЛП, это Дженни Лебор. Она взяла как бы практиканта первого себе. Первый раз они слушали, между прочим. Я был репортером на сайте и психологии, поэтому я спросил ей объяснить, что это было. И она сказала, вместо того, чтобы дать вам решение, есть ли что-то, что вы хотите менять, и я вам покажу, что это было. Я так понимаю, что он писал научный репортаж о психологии, и он спросил ее рассказать, что такое НЛП. Она сказала, что вместо того, чтобы давать вам определение, лучше скажите, что вы хотите поменять, и я вам покажу, как это сделать. И через 30 минут я бросил курить на 10 лет. И что она сделала, это просто чейненька анкоров. Но это работало, и это точно получила мою внимание. Вот что она сделала, она сменила якоря, но это сработало. Работа с якорями выполнила, да. А ее учитель была Лин Конвелл. И говорит, мы начали жить вместе, и вот так началась с НЛП. И ее лучшая подруга Лесли Кэмерон сказала, что давай откроем институт Сан-Франциско, и вот так мы открыли институт, и вот так он стал директором. В политике говорят, если что вы хотите что-то понять, то следуйте за деньгами, а в НЛП говорят следуйте за отношениями. В 1984-85 году он открыл институт в Париже для продвинутых изучений НЛП. Он также был директором центра по НЛП в Сан-Франциско, и он ездил каждые два-три месяца туда-сюда, это продолжалось пять лет. Кстати говоря, Брайан... Гриш, за 30 лет он выдал сертификаты около десяти тысячам людей, а его институты еще где-то двадцати тысячам выделили сертификаты. Брайан, скажи, пожалуйста, а когда ты пришел в НЛП, ты уже был в терапии, либо НЛП для тебя была первой формой терапевтической? Брайан, скажите, пожалуйста, когда ты пришел в НЛП, когда ты пришел в НЛП, ты учился в Терапии, или НЛП была ваша первая терапия практика? Гриш, за 30 лет. I started out in marine biology. Then I was in the entertainment industry and then a journalist. So when I'm actually one of them, and then when I started NLP, I was trained in therapeutic procedures by Leslie Cameron Bandler and David Gordon, David Lynn Conwell. And I went back to school for some advanced certificates on psychology, especially intercultural communication. He began to study marine biology, then he was in the field of entertainment, then he was a journalist, then he studied therapeutic procedures, and he studied Lesley Bandler and David Gordon. Then he also taught him to get a certificate in psychology. And he also taught me about cultural differences. If you look at my website, you can see all sorts of stories about this, how I worked with the Rolling Stones and Stanley Kubrick and Aretha Franklin and Michelangelo Antonioni. I had a very varied career. If you come to my website, you can read a lot of stories about this, how I worked with Rolling Stones and called other directors. So I just put up the, it's www.pvdh.com. So I've got lots of good stories there. I've written about it, let's see, five books and about a thousand magazine and newspaper articles. So I have, you know, described all this in various publications. But actually, when I met Richard Bandler and John Grinder for the first time, they said, hey, you already know a lot of the stuff that we're teaching. How did you do that? And I said, well, I've worked in science. I've worked in journalism. I've always been very curious. And whenever I've been interested in something, I wrote about it. So what you're teaching is really some of the great lines of philosophy and psychology that have been with us for centuries. So if you're, you know, and but Richard was really surprised. But, you know, I've always had a very low threshold of curiosity and a very high threshold of shame. He said, well, when he first met with Bandler and Grindr, they were very surprised at that. They said, well, you already know what we're teaching, how it's possible. He said, well, he worked in the field of science and journalism. He was very curious about it. He was very curious about it. He wrote about it. He taught them about it. They taught them philosophy and psychology to the principles that have been a long time. And he said, well, he's very low. Я так поняла, что он очень любознательный и нестеснительный, так сказать. То есть, да, вот он объяснил еще раз, что его интересует очень много вещей, и он обязательно узнает о том, что его интересует, и ему не будет стыдно, если что-то не получится у него с первого раза. И мне нравится ошибаться в чем-то, потому что это означает, что я изучаю что-то новое, узнаю что-то новое, а если я прав, значит, это то, что мне уже известно. Брайан, такой вопрос. Где-то лет семь назад я нашел для себя такого автора, как Кен Уилбер, и прочитал все книги, которые мог только найти. И тогда у меня появилась идея, что то, о чем пишет Кен Уилбер глубоко может резонировать с теорией практики НЛП. Я даже сам начал вести некоторые семинары, которые я сам для себя назвал «интегративные НЛП». И только потом я узнал, что ты создал «интегративные НЛП» в свое время. И потом он узнает, что ты создавал «интегративные НЛП». Окей, «интеграл» НЛП. Интеграл, окей. Интегративные, окей. Ты создавал «интегративные НЛП». Такие груди за теории. Это не только путь на путь в зоне, но и путь на «анатские». Для тех порта. Я знаю как ты это назвал. И так далее. Украина или русский? Русский. 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 Хорошо. So, well, in 19 well, in 1977. В 1977 году я был книжечкой, ну, книжечкой, книжечкой для одного из главных новостей и новой психологии, и я встретил Кену Уилбер в партии. То есть он встретил его на вечеринке, и Кена Уилбера называли Эйнштейном сознание, и на этой же вечеринке он встретил ее в партии. Потому что он использовал структурализм и модернские думки, чтобы расширить спиритуальные испытания Великобритания. Он использовал структурализм и современное мышление. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА очень известный артикл о нем в НЛП, я думаю, это был НЛП, я не знаю, узнаю, поэтому я имею веб-сайт, чтобы узнать, что я читал. Это теория об интеграционном НЛП, и он подумал, что же он делал 20 лет до этого, он прочитал очень много книг Кэна Уилбера, и он написал о нем статью, которая была опубликована в журнале по НЛП, она называлась, и говорит, вот для того у меня есть сайт, чтобы посмотреть, над чем и когда он работал. Там все написано. Окей, и он понял, что многое из того, о чем Кэн писал, это было о НЛП, но немножко с другой точки зрения. И этот артикл я просто поставил на дискуссию. Гритчат добавил ссылку на эту статью. Так. Соответственно. Сначала, у вас есть один, 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 один. Здесь наставка для того, как к унижнего, как унижнего неумного и развития персонажа. В этом все. И вот, она открыта явно с тем, как я подбылся на немаленько, но неуматый или неуматый. Неуматый, это является одной из картинок, и на величезная. И как унижнего в данном метра, это является ключевиземщимов. И в PDF вы можете узнать все, что я говорил в то время. Он говорит, что первая ссылка, которую он добавил в чат, это PowerPoint-презентация, презентация семинара, который он проводил на протяжении 10-15 лет. Это был семинар о том, как НЛП и интеграционная теория дополняют друг друга и как они могут быть полезны. То есть, вы уже знаете все для того, чтобы проводить семинары об интеграционном НЛП, и я просто вам покажу, как это делать. Я люблю Одессу, и я никогда не был в Киеве. Он говорит, что я очень люблю Одессу, и я никогда не был в Киеве. Я люблю Одессу, и я буду работать с 15,000-20,000 украинские, которые были в Киеве, и я буду работать с ПТСД и психологическим поддержкой. Он говорит, что он работал где-то с 15-20,000 украинских беженцев, которые были перемещены в район Парижа. И он работал с посттравматическим синдромом и давал психологическую, ну, то есть, работал в программах оказания психологической помощи, что он знает о ситуации в Украине сегодня, и он хочет помочь настолько, насколько он может. Вот, и я использую путь в Киеве. визуально-кинестатическое диссоциации, трехплейс-диссоциации. И я использую это как пример, как бы изображать интегральный подход с НЛП-социацией. Какой ассоциации, если я правильно поняла, то есть как принципы интеграционного теории использовать в НЛП. Я могу объяснить основные теории интеграционного теория в около 10 минут, но я нужна для того, чтобы сделать статус. Знаете, у меня есть статус. Если хотите, я могу показать, что это, если хотите. Я могу объяснить основы интеграционной теории за 10 минут. Мне только нужен лист бумаги. Если хотите, я могу вам объяснить. Да, как раз я хотел задать такой вопрос, кратко и ёмко, по поводу твоих представлений в интегративном НЛП. Я думаю, людям будет очень интересно услышать об этом. Которое не в теме. Да, я хотел бы спросить эту вопрос. Если вы можете объяснить, в short, основные теории интеграционного теория, я думаю, это будет очень интересно для людей услышать. Хорошо. Одно секунду. Спасибо. Все могут, все видят доску. Нет, я не могу читать ничего. Хорошо, хорошо. Я буду писать большими буквами. Все в сфере НЛП должны знать вот это. Это основная модель НЛП. НЛП состоит из этого модели. И этот модель говорит, что есть в мире экстернах испытаний. Экстернах поведения. Экстернах поведения. Не слышно его? А Борис, вы слышите его? А я нет. Еще раз. Пожалуйста, repeat once more. Это все, что мы знаем о другом человеке. Это его внешнее поведение. Все, что мы знаем про другого человека, это его внешнее поведение. Но у человека также есть еще эмоции или внутреннее состояние. Так же есть мысли. И мы знаем, что люди используют много слов на внешнем языке. Но что-то, 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 что-то. И однозначно,ersо, Президнетое. So, this is NLP in one diagram. NLP works because there is a relationship between external behavior and internal states. We can calibrate it. There is a relationship between internal thoughts and external behavior. That's the eye movements and everything else. We can find out how people think. And if we listen to the words and use the metamodel, we can find out what their beliefs and values are. It was too much. I'm sorry to remember the first part. He said, in the beginning it was, that people use words, but for each of these words are different, because each has its own values, its own beliefs, its own beliefs, its own criteria, and then he began to show, that between these three parts of the diagram is... That's all. I'll help you translate. Thank you. Okay. So, that's NLP, all right? That's NLP. And we'll put it over here. So, we call it the fried egg model. How is it called? The fried egg model? The fried egg model. A fried egg, нет, нет, модель жареного яйца. Жареное яйцо. Fried egg model, yes? Yeah, yeah, right. Okay. Now, here's the basic model of integral theory. Well, here's the basic model of integral theory. Right, it's a bit better. Okay, so, in human experience, we know there is something called internal experience and external experience, right? So, there's also in terms of experience, human experience, there are individuals... And there are groups of people. Okay, now, an individual's external experience is the world of human experience. So, it's the world of science. So, it's the world of science. It's the world of behavior. 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 So, behavior... It's the world of psychology. It's the world of psychology. Emotions. Emotions. And, yeah, and spiritual experiences. Okay. And, because these are experiences that only the individual can know, and everyone has their own personal internal experience of this, right? Emotions. 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 Now, on the internal side of the internal experience of a group or a collective, there is culture. There are, obviously, an individual internal experience might have a spiritual experience. Emotions. 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 Ferent they have to agree upon what is real. Emotions. Okay. We're gonna follow the Bible, the Koran, the Kabbalah. Но если группа испытывает какой-то духовный опыт получает, то это отличается от индивидуального, потому что они все должны согласиться о том, что реально, либо они следуют Библии, Корану, Кабале. Но у группы есть также внешний опыт. Это называется общество. Это системы, политические системы. Рынки, это разные сферы промышленности. На эту карту можно поместить любую человеческую деятельность. Как бы любое верование, любую психологию и понять, как она работает. Если вы заметили, что внешнее поведение – это то же самое, что внешнее поведение в НЛП. Две модели сходятся. И в психологии есть также какие-то внутренние размышления. И вы можете видеть, что карты накладываются в интеграционной теории и НЛП. Есть схожие. Это только первая ступень. И что важно для НЛП – это знать, что эта модель может развиваться. Это эволюционная. Это как люди меняются через время. То есть она эволюционная, она показывает, как люди меняются со временем. И это только частью инстаграции. Это только частью инстаграции. Технологичная ступень. Здесь есть дополнительные ручки. Как и люди, и общественности, и общественные системы, изменения в истории. Но это только часть модели, потому что существуют еще такие, ну, как бы, сегменты, как сегмент развития, эволюционные шаги, как люди со временем меняются в разных культурах, в разных обществах. So it has the potential to illuminate our NLP work by being able to deal with large social systems, organizations, and scientific research. Sorry, could you repeat again, please? So it illuminates and is an advantage for NLP, because it allows us to learn how societies, individuals, organizations, and science changes through time and on different levels of sophistication. And this is very useful for NLP, because you can understand how society, how people, and how science, they change through time. Brian, please say, do you spoke with Ken Wilber about our connection of his model and the models of NLP? Yeah, well, I was one of the founding members of the Integral Institute, and I was managing the European operations for 10 years for the Integral Institute. So I talked to him about it a lot. So I talked to him about it a lot. And I've had a lot of work with various religious people throughout the years. And I've written a lot about spirituality in various publications, but on my website, too. So if you look under the spirituality section, the Ken Wilber section, you can see the articles I've written about what has been classically understood about the spiritual experience and where NLP falls short. He says that he worked a lot with religious people throughout his practice, and he wrote a lot about spirituality, and there is also a lot of publications and a lot of information. And again, on my website, there are powerpoints of the various seminars I've been giving since the 1990s about NLP and NLP. And also on my website, there are a lot of presentations about NLP. So since I started doing this in the 90s, but since then, people like Colette Normandoe have started a section of NLP called NLP. NLP fourth generation, and they're discussing the NLP interactions with spirituality now for the last 10 or 15 years. And what I found is that the Ken Wilber stuff, the integral stuff is very, very scientific and philosophically certain way to go about this discussion. In the 90s, Normandoe wrote about NLP and called NLP 4th generation NLP. NLP, he wrote a lot of knowledge that he wrote about NLP. He wrote a lot about NLP. He wrote a lot. He wrote a lot. I just can't. I remember the first part and I remember the second part and I already asked him to say it. потому что я не могу передавать. Like that happens in most disciplines the integral movement in the United States and in Europe has become much more spiritual New Age oriented, rather than being scientific and psychological. So В последнее время в Европе и США интеграционная НЛП стала более духовной. Трансперсональная психология, ее вовлечение ты имеешь в виду? Извините, я писала вам сообщение. Брайан, а ты имеешь в виду, что интегративная НЛП сейчас все больше и больше вовлекает некоторые духовные модели, практик? Да, ты имеешь в виду, что интеграционная НЛП вовлекает более спиртуальные модели, практические, практические, практические? Брайан, а ты имеешь в виду, что интеграционные модели, практические, 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 практические. И различные другие, определенные академические подходы. Это неправильно понимают, потому что я обучаю тому, как быть серьезным и как быть верным наукам, как психология, социология, неврология, таким академическим стандартным наукам. Да, я могу обращать вас. Потому что там много людей в НЛП, в Европе и в Европе, что говорят, О, НЛП, все это, что ты делаешь, ты можешь инвентировать все с твоим сознанием, и мы все взяты, мы все партики квантом-энергии, и мы все прекрасный любовь и свет из всего мира. Это квантовая энергия, то есть все, что захотите, все вы можете создать. Это может быть право, но есть гораздо более четвертые и продуктивные способности вести этот разговор о том, как именно попасть туда, куда вы хотите. Сатьин. That's the НЛП side of the collaboration between integral and NЛП, the NLP side is not to answer the question why, И часть НЛП состоит в том, чтобы не задавать вопрос «почему», а задавать вопрос «как», как достичь того, чего вы хотите. Брайан, в следующем году я бы очень хотел тебя пригласить с небольшим курсом лекции по поводу интегративного НЛП. Думаю, многие захотят тебя послушать. Как ты думаешь, какое количество минимальной лекции необходимо, чтобы усвоить ключевые принципы интегративного НЛП? Ну, я думаю, мы будем планировать чуть большее количество времени, больше занятий. Я думаю, мы с тобой потом обговорим это, пока я просто хотел заручиться с твоим согласием на данное мероприятие, которое я постараюсь провести в будущем. Воскресенье. Игорь Негода. Я думаю, что мы будем планировать больше времени. И я просто хотел бы получить вашу approval, и я буду планировать для вас потом. Игорь Негода. Ну, вы, наверное, можете сделать это превращаться в PowerPoint, и если это переводится перед этим, это сделает все более интересным для людей, я думаю. Брайан, смотри, время нашего подкаста подходит к концу, мы уже полтора часа работаем, вот, и я хотел тебя поблагодарить за то, что ты выделил нам время и внимание. Я хочу выделить буквально 5-10 минут на некоторые вопросы, может кто-то из участников хочет задать вопрос. Ребята, если у кого-то какие-то вопросы к нашему гостю, задавайте, не стесняйтесь. Ну, ребята, что-нибудь такое заковыристое. Стесняйтесь, люди, походу. Да я щадь, правда. Или в теории тема слишком простая, либо тема слишком сложная. Если она простая, то... Ну, переводить, говорить, что-то... Может быть, вопрос слишком простой, или может быть, это слишком сложная. Что это вопрос? Нет, нет вопроса. Если вопрос слишком простой, то люди не имеют вопрос. Если вопрос слишком сложный... There is no question either. Мы будем надеяться, что все было очень просто. Но мы надеемся, что все было очень просто. Хорошо, Брайан. Я сердечно благодарю тебя за то, что ты вышел с нами в эфир. Мы, думаю, с тобой сейчас спишемся. Я хочу поблагодарить всех слушателей нашего подкаста на сегодня. Всем спасибо за внимание. И будем прощаться. Да. М-м-м. So, I would like to thank you... For your time that you devoted to ours today. And we'll text later. And I'd like to thank our listeners of our podcast. And thank you for your attention. Okay. Bye-bye. До свидания. Bye. Bye-bye. Продолжение следует...